всем привет сегодня мы посмотрим как можно разобрать аккумуляторный блок от ноутбука samsung модель у него данные по продукту а а тире пб9 н с 6b мощность 11 1 вольт 48 ватт 44 ампер часов суммарная емкость аккумуляторов вот чтобы восстановить аккумуляторный блок надо его правильно разобрать для начала я рекомендую слегка разогреть его по периметру это делается для того чтобы пластик стал более мягкий и не ломался под когда мы будем разбирать его с вами для этого мне понадобится фен врубаю максимальную температуру и максимальную скорость и по периметру начинаю вот так вот по чуть-чуть разогревать пластик бывает аккумулятор клееный поэтому данный способ актуален для многих аккумуляторов сначала главное разогреть чтоб клей отстал если он есть например скотч отстал чем аккумуляторы старше тем сложнее разобрать поломки более если вы хотите его реанимировать а не покупать новый так после того как разогрели начинаем обычно ну я с краю начинаю вот надпись вот он разъем начинает с этой стороны с любой с удобной отвертку лучше использовать пошире плоскую пошире и тоньше то есть есть гораздо уже они не подойдут и вот такими вот толкательными движениями мы с вами открываем ее то есть там есть защелочки которые так надо не повредить вместе с корпусом помогая двумя руками первые аккумуляторы конечно небрежно разбирал там уже на скорость было сам вариант посмотреть что внутри смотрим чтоб снаружи то есть вернее снаружи которая наклейка у нас есть она внутри у нас не приклеилась к аккумулятором в данном случае все нормально теперь со второго края поднимаем поднимаем так стоять вот они у нас здесь много ключиков у нас которая соответственно снимается здесь у нас направляющие со стороны вот как раз сложнее снять где изначально я начинал потому что здесь два паза и с одной стороны вот ключи защелкиваются то есть можно по идее было сломать но только в одном месте вот сломал в остальных местах целое то есть из десяти один из 18 штук один всего повредил то есть ключик то есть вот у нас с вами открывается взор вот такие аккумуляторы аккумуляторы нашего блока кстати по поводу как вы помните 4 маркировка 400 здесь у нас аккумуляторы самсунг 22 фу сди то есть 2200 миллиампер аккумуляторы свободно так аккумуляторы эти и как вы помните я уже брал ремонт как бы ну для своих поделок каких-то заранее подготовил такие вот штучки это от шинки кто помнит от солнечной батареи будем смотреть с вами какие блоки у нас не рабочие либо севшие в ноль и заряжать их отдельно будем сейчас восстанавливать при помощи аймакса ну и соответственно сначала будем смотреть все это дело тестером 0.37 напряжение 0.37 очень низкая скорее всего одна банка вышла из строя так что то есть центральные банки 2.8 но севшие то есть крайние банки у нас все что выше 1 вольта все реанимируется сто процентов все что ниже шанс восстановить очень мал вот 141 по идее вот эти вот четыре аккумулятора вот эти два в идеальном состоянии вот эти два похуже но их в идеальном состоянии проще просто увести и вот эти два у нас 0.41 вольт то есть очень низкое напряжение соответственно реанимировать их будет сложнее и вообще реально лип если внутреннее короткое замыкание то такие аккумуляторы только на свалку ну соответственно надо нам сейчас извлечь и плату бмс и сами аккумуляторы чтобы как бы нам с ними проще работать было аккумуляторы скорее всего приклеены с обратной стороны с обратной стороны сейчас немножко разогреем сейчас немножко разогреем а именно просто его разогреть там хотя бы градусов до 40 поэтому такими быстрыми движениями произвожу разогрев пластика чтобы он насквозь разогрелся у нас то есть с обратной стороны двухсторонний скотч если находится но обычно двухсторонний скотч то есть он разогреваясь как бы слабее становится и аккумуляторы легче потом выковырить отверткой без повреждения корпуса как видим ничего не плавится но при этом корпус горячий выключаем фен потом берем отвертку и начинаем все это дело аккуратненько с каждой стороны стараться с крайних походу надо начинать по чуть-чуть не спеша не резкими движениями а такими мягенькими чтоб у нас скотч не сопротивляясь но отдался а тут у нас даже с вами был силикон вот уже все остыло на шести аккумуляторах был силикончик вот у нас с лаванами у нас предстает взор BMS BMS визуально исправно так вот у нас это все было вот эти два аккумулятора у нас дохлые так ну соответственно как с ними поступить остываешь остывая я выпаиваю я выпаиваю именно нерабочую часть соответственно если вы будете просто их менять и у вас например аккумуляторы другого плана можно аккуратно вот здесь вот оторвать и потом вот эту же шину припаять вернее к новым аккумуляторам это можно сделать при помощи кислоты это гораздо быстрее и паяльник не меньше 40 ватт потому что 25 ваттный паяльник просто остыть успеет то есть то есть и так же у вас вот перейдет вот этот вот контакт который идет на BMS это обязательно в порядке то должен у вас переходить так и что нам тут делать а делать нам с вами придется одну вещь надо разъединить два этих аккумулятора желательно по центру если получится восстановить один какой-то из них придется как бы тот который не рабочий убирать соответственно чтобы проще было подпаяться к новому аккумулятору либо ну восстанавливать их стоит отдельно то есть если с каким-то проблемой так ну и соответственно BMS у вас ни в коем разе не должна быть подключена так после того как вы разъединили аккумуляторы бывает такое что на одном аккумуляторе бывает повышается напряжение соответственно тот аккумулятор будет самый живой из живых так вот на первом аккумуляторе как мы видим нули на втором аккумуляторе что-то тоже нули к ходу через плату чтобы звонить так ладно вот у меня уже приготовлены тут аккумуляторы для толчка заряженные заряженные тоже это самсунги 1,2 вольта к сожалению вот тут емкости нет насколько я помню это более 2,7 что ли ампера это экспериментально у меня поэтому немножко провода поплавлю так припаиваем их сначала первому аккумулятору хотя бы по минусу ну и соответственно так как бы толкаем наши аккумуляторы по очереди и смотрим на котором у нас сохранится напрруга как видим у нас напряжение 4,15 убираем провод по нулям пытаемся второй толкнуть если аккумуляторы не толкаются у них внутренние короткое замыкание с ними лучше вообще ничего не делать бывает такое что в паре когда у одного короткое замыкание он на себя берет всю энергию от второго соответственно второй просто садится а первый уходит выходит из строя вот второй бывает шансы такие что можно восстановить реанимировать на самом деле идеальный вариант это замена сразу вот этих двух банок на две таких же то есть по маркировке вот этой 22FU ISR 18650-22FU берем берем такие же два аккумулятора и соответственно припаяем вместо этих двух после того после того как мы припаяли их соответственно заряжаем каждую пару отдельно например IMAX лучше это делать IMAX и тем более если у вас так скажем аккумуляторы достаточно древние то есть им где-то 3-4-5 желательно заряжать их в режиме восстановления то есть не более током 1 ампера то есть если у вас новый там аккумуляторный блок ну не более тока 2 ампер то есть как вы помните я в предыдущем ролике говорил что если у вас на 2 банки идет суммарно там 4,4 лучше в половину раз заряжать если аккумуляторы как бы под сомнением если аккумуляторы новые можно заряжать даже стопроцентным током то есть если 4,4 в данном случае можно стопроцентом зарядить но опять же надо следить обязательно за температурой если вы поставили на зарядку 4,4 ампера и ушли это не дело просто если у вас аккумуляторы закипят а вас рядом не будет у вас они также выйдут устро так то же самое ну как видим два аккумулятора полностью дохлых в нуле вот один прям вообще в нуле и второй ну нет второй 001 второй можно попробовать толкануть как это происходит уже показывал с такой как бы ну кратковременно можно то есть например одну секунду подержать или меньше полсекунды то есть берем как бы щупы берем аккумулятор и соответственно плюс аккумулятора отсюда к плюсу к этому аккумулятору минус к минусу так ну что тут у нас никаких эмоций то есть вот эти два аккумулятора соответственно вышли у нас из строя их под замену и сборка обратно идет после зарядки всех аккумуляторов кстати еще можно ну это как бы вилами на воде писано можно подключить просто аймакс например блок питания упал так выбираем литий-ионный аккумулятор то есть подключаем аймакс к аккумуляторам выбираем литий-ионный аккумулятор и с любым током пытаемся стартануть если он его не видит значит аккумулятор дохну давайте попробуем посмотреть на других аккумуляторах так вот у нас средний ряд соответственно все их надо заряжать это в обязательном порядке то есть пока вы их не зарядите даже с установкой новых аккумуляторов все должны быть у вас заряжены и после этого только собираем и включаем если у вас там проблема какая-то еще возникнет вот как видим лов вольтаж то есть он даже его схватить не может значит будем заряжать током не более 1 ампера и например стартанем его от никеля металлогидридных как видим пошел сейчас раскачка у нас пойдет где-то на 3 вольтах переключимся на 3 вольтах переключимся на литий ионные аккумуляторы и соответственно них доводим до максимума тем самым как бы если у вас аймакс нормально показывать емкость при заряде вы узнаете и реальную остаточную емкость ну а заряжать больше 1 ампера я такие аккумуляторы не советую потому что они долго находились в покое как бы чревато лишним перегревом то есть если они у вас когда нормально заработают тогда уж можно заряжать ну это мое сугубо личное мнение наблюдение вы можете поступать в принципе по-своему прокладывать так сказать своему новую дорожку то есть осознавая процессы которые пытаются происходить в аккумуляторах по чуть-чуть как видим поднимается напряжение уже почти 3 вольта там должно быть чуть больше быть иначе у меня и макс не схватывает вот уже 3 вот и таким макаром мы с вами добиваемся зарядки всех аккумуляторов а так как корпус у нас с вами остался целый то есть вам ничего не стоит потом это все дело в обратном порядке собрать также стоит обращать внимание но на именно балласт то есть бмс вот этот вот потому что бывает из строя выходит балласт он проверяется там относительно каких-то вроде относительно минуса в центре есть три контакта это первые две банки вторые две банки третьи две банки они показывают соответственно напряжение на первой паре на второй на третий если вас показывает все по идее он должен работать если не показывает соответственно у вас не проблема также смотрим по запаху и по внешнему виду самого балласта вышел ли он из строя рабочий он ну опять же я конечно в этом не специалист потому что балласты я честно говоря ни разу не ремонтировал потому что ни разу не получалось мне найти такие микросхемы обычно при ксз например аккумулятора если не дай бог вот так вот замкнете выгорает прям микросхемы замена микросхемы это уже не целесообразно проще купить аккумуляторный блок а себя стоять на поделке ну вот как я и говорил это вот второй у меня аккумулятор где две банки вышло из строя из трех аккумуляторов я уже собрал как бы нормальный аккумулятор кстати вот этот балансир который вот здесь идет можно использовать именно для тех аккумуляторов например которые я собрал для переносной солнечной батареи то есть просто разобраться в его разводочке и впихнуть его в ту схему соответственно будет при зарядке у нас сниматься с него напруга и он будет у нас подзаряжать еще остальные аккумуляторы на этом спешу откланяться всем спасибо за внимание всем удачи всем пока